Уважаемые друзья, 2016 год у нас уходит. Что мы можем сказать? Этот год для нас был очень сложным, но очень важным. 2016 год начинался с того, что в стране проходили митинги, было очень много проблем, но в это время было утверждено новое правительство страны, правительство Филиппа, которое взяло на себя ответственность. И дальше, шаг за шагом, начались довольно-таки очень важные реформы, которые дали возможность, что в этом году все наши граждане получили зарплату, пенсии, началась действительно большая работа по субсидированию сельских хозяйств. Эти важные реформы, которые проходили, дошли к тому, что мы получили доверие от наших внешних партнеров. В конце года был подписан договор с МВФ и открыты счета во всех направлениях для получения многих грантов и инвестиций. И это дает возможность, надежды на будущее, что в стране начнутся очень много решений вопросов для того, чтобы модернизировать экономику страны, для того, что самый главный вопрос, который есть у нас в стране, чтобы наша молодежь вернулась домой и начала работать. В этом году прошли президентские выборы. Это тоже были очень сложные выборы, но мы сегодня смело можем гордиться, что президент избран и как жителю Гагаузии всеми очень приятно, потому что именно Гагаузия своими голосами более 4%, которое оказало доверие президенту страны, сегодня можно сказать, что Игорь Николаевич Дадон это президент, которого выбрали Гагаузы. У нас в Гагаузии проходили еще и выборы народного собрания. Это были наверняка самые тяжелые выборы со времен создания Гагаузской автономии. Но несмотря на это, все-таки избраны уже депутаты, корпус, который должен созваться и начинать работать. Поэтому, переходя на 2017 год, я хотел бы поздравить всех наших жителей, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, успехов, достатка каждой семьи и самое главное единства. Потому что в 2017 году, я уверен, что в Гагаузии начнется плодотворная работа и исполнительного органа, и законодательного, который даст возможность привлечения серьезных инвестиций, даст возможность действительно поднятия экономики, модернизации всех отраслей для того, чтобы она заработала в полном объеме. А для этого, естественно, нужны нормальные отношения с центральными властями. То, что сегодня достигнуто, я желаю нашим руководителям продолжить в этом направлении работу для того, чтобы совместно с нашей республикой у нас все получилось. Уважаемые друзья, уважаемые граждане Гагаузии, я поздравляю вас с Новым годом и желаю всем добра.